Смотрите, рекомендую вам знакомиться, начать так, сейчас плавно вот в эту тему мы делаем. Каким образом? Вам будет проще, если вы будете говорить сначала девушке привет, а женщину никто не притащил? Нет? Кто хочет с женщиной побыть сейчас совсем недолго? В хорошем смысле слова. Смотрите, ребята, как правило, когда подходит девушке, он говорит, что он подходит, останавливается, он сейчас что-то говорит и ждет какой-то реакции. На самом деле для вас будет более экологичный способ, если вы как шли мимо, так и мимо, и продолжаете идти. Но вопрос в том, что вы поздоровались, сказали привет, улыбнулись, и не дожидаясь ответа, не ждя никаких реакций, чего-то еще, вы идете дальше, таким модель прохожим. Если вы слышите, что там кто-то что-то заверещал, она улыбнулась, сказала спасибо, что-то еще. Раз останавливаетесь, подходите, начинайте общаться. Лучше делайте вот так, пока первое время. Если вдруг она завоняла, что-то там сморщилось, вы идете дальше, вы сами себя обманываете, в данном случае страх отказа, как бы, вы же и не подходили, вам и не отказали. Попробуйте, весят вот такой вариант. Следующее, смотрите, есть четыре основных способа, как вот остановить, как зацепить девушку. Вообще первый способ такой, то есть вы идете за девушкой, вы подходите, что-то ее там начинаете открывать, и идете за ней. Она идет километр уже, там до дома дошла, она села в электричку, в любое направление, вы засели за ней. Это хорошо работает, но для вас это неэффективно, на самом деле, потому что вы, скорее всего, будете куда-то торопиться в этот момент, идти куда-то там на работу, с работы и так далее. То есть первый способ это неостанавливать, второй способ это вы выберете для себя что-то, попробуйте то и то и то. То есть второй способ это остановить ее довольно жестко, то есть вы подходите, говорите, постой, там, подходите спереди, вот так вот встаете, говорите, стой. То есть этот способ, на самом деле, довольно эффективный, он хорошо работает, но девушки, опять же, все разные. Никого-то это подействует, никого-то нет. То есть если вы будете хватать вот так вот жестко, чуть-чуть неконгруентно, сделайте неправильно, соответственно, вы получите какую-то хреновую реакцию, и у вас пошли. Третий способ какой? Третий способ установить ее мягко. То, что я рекомендую больше всего, то есть сначала вы подходите, ну, допустим, в ситуацию, что девушка идет, вы догоняете ее сзади. Сейчас я вам покажу то, что делать, если девушка не идет. Смотрите, вы догоняете ее сзади, говорите привет, там, начинаете коммуницировать, постой секундочку, то есть прям очень мягко, очень так, плавно ее задели, потрогали. И если она не останавливается, значит, только после этого уже более-более-более жестко останавливаете. То есть вначале у нее должна быть иллюзия, что она остановилась сама. Можно вообще в идеале делать так, то есть вы говорите, постой секунду, и сами замедляетесь немножко. И если человек адекватный, то она, скорее всего, конечно, там развернется, скажет, да, что вы хотели. То есть если, ну, здесь вы не хватаете, здесь у нее реально возникает ощущение, что, блин, это же я сама остановилась, меня никто не держал. Вот это самое экологичное, самое такое, вот, хорошее для вас. То есть прикол в том, что, это понятно, человек говорит, да, какие-то все сонные сидят. Давайте я же... После еды. Что? После еды. Да, смотрите, если идет навстречу, после еды, я вообще практически не спал. Если идет навстречу, вот, давайте, будешь, если ты навстречу, смотри, вообще, своя задача просто не упроти. Не надо, сейчас, секунду, то есть не надо, как некоторые делают, вы видите, девушка там типа, а-а-а, можно еще сухой, в баке, конечно, сделать. Не надо накидываться, не надо ее пугать, то есть вы идете своей дорогой, она своей дорогой, вот, сейчас вы, тут очень мало места. Иди тогда медленно, хорошо, сейчас говорим о конечне. То есть вы идете, вы увидели девушку, метра за полтора, за два, вы останавливаетесь. Вот, давай, иди, не выпросто. Она проходит, в этот момент вы говорите привет, там, допустим, какая-то реакция есть, можно еще успеть сказать комплимент. Разворачиваетесь и останавливаете уже ее из вот этой позиции, с сбоку. Я видел много ошибок у парней, когда они, допустим, откуда-то сзади пытаются кричать, там, как-то вот так вот что-то разговаривает, а оттуда как змея. Вот, такого делать не надо, чуть-чуть спереди все-таки, то есть вы встали, вернее, вы обошли, и чуть-чуть спереди вот так вот тормазываете. То есть это очень важно. То есть есть такие мелочи, но они, они хорошо работают.